Казанское ханство 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 с войска. На самом деле, как проходило Междуусобица? Тончались два брата, еще без доспехов, друг другу набивали морду, договорились, что усилит того, и, значит, будет власть, и будет другой платить налог. Вот. У нас случаются все древненужские летописи, а обман идет полный по поводу того, сколько же было потерь. Так и здесь мы видим такую ситуацию, что походы состоялись, но ни одного сражения между ними не было. С чем это было связано? Да не будет брат с братом воевать. Не будет мусульманин убивать мусульмана. И вот, когда пишутся о походах, а вы укажите именно точку, где было соприкосновение этих двух войск. А этой точки у нас как раз и нет. И вот это как раз был показатель того, что у нас как раз Шахали был еще и идеальным дипломатом. Потому что на самом деле, зачем уничтожать своих же родственников? Ну и вот, получилось так, что после Сафа и Гирея было решено как раз пригласить непосредственно наказать Джан Али. Джан Али это у нас как раз младший брат Шах Али. И вот как раз у нас Джан Али и женился на Сюин-Экей. Вот как раз здесь для чего был совершен этот брак. Она дочка, значит, будущего Бия, Юсуфа. И, конечно, надо было заручиться поддержкой Ногайской Орды, которая тоже испытывала определенные проблемы вот с этой экспансией, которую делала Османская империя. Тоже, опять же, руками крымских якобы ханов. Поэтому вот этот вот брак между Ногайской, значит, княжной и, значит, Джан Али, который был из Астраханской династии, как его отец. Вот. Они имели очень много общих родственников, потому что Ногайцы проживали на Нижнем Итине. Привело к тому, что был создан определенный союз. И вот здесь, получается, у нас два родные брадья сидят на самых ключевых престолах. Один сидит у нас младший в Казани, другой у нас сидит в Касимове. Конечно, дружеские отношения, какие они могут быть, если старший брат сидит в Касимове. Но вот здесь мы видим опять ситуацию такую, что непосредственно уже Крыму, а точнее Османской империи, это не надо. Вот. И, конечно, начинается борьба против Джан Али. И в принципе, к сожалению, приняло участие Кургаршак. Мы о ней как раз говорили, когда говорили о Сюльбике. Это была очень властная правительница, одна из первых, которая женщина стала руководить государством, но как Крыгаршак. И вот Кургаршак, конечно, не надо было, чтобы именно Джан Али остался на этом столе, и был устроен заговор, и Джан Али, значит, был нашлен, к сожалению. И вот здесь мы видим, что это было сделано не в целях Казани. Когда уходит законный правитель, начинается опять Чехарган. Кого приглашать? Приглашать надо опять кого-то из деревьев. Но здесь есть одна немаловажная деталь. Всех гиреев на престолы назначали Катинский паша, даже не османский султан. Представляете, как они опустили уровень этого хана. Назначение обычный паша, который находится в Крыму. Даже крымского ханства не утверждает султан. Как они практически сделали его низко, и сколько они еще отобрали у крымского ханства территории. Практически крымское ханство после 1478 года уменьшило в 5 раз своем размере. И, конечно, это получается у нас политика не крымского ханства против Казани и против Касиму, а это опять же политика османского султана. И вот мы здесь как раз смотрим, что же у нас происходит дальше. А как раз Шахали понимает, что надо заключиться поддержкой опять же Москвы. Вот, и он обращается уже к новому именно правителю. Это у нас Елена Глинская. Для того, чтобы она помогла ему, значит, хотя бы с войсками. Потому что на самом деле, если брак-то уже нет, надо как-то наказывать вот этих вот как раз убийц. И Шахали у нас как раз приезжает в Москву, а туда же приезжают и нагайцы, которые поставляют коней непосредственно в Хорошова. Там был первый как раз колезавод. И Москва соглашается помогать именно Шахали. Мы встречаем такую интересную деталь, значит, вот когда пишутся все источники по московским документам, что в это время Шахали чуть ли не стал поданным московского государства. Он никогда не был поданным московского государства. Даже его отец, который был на службе, вот, извини, когда он получал удел, он не был никаким поданным. Он просто перешел на службу со своим кланом на определенное время, чтобы в любой момент уйти к себе или на Нижний Тиль или в другие места. Клятву никакую он не давал. Это была система определенных кормлений. И то же самое как раз было у многих других выходцев из городов, там, допустим, Ардинских. Поэтому здесь мы видим, что Шахали просто попросил войска для того, чтобы, если будет какая-то опять агрессия со стороны Казани, чтобы они ему помогли. И вот здесь мы видим как раз очень такую интересную деталь, вот, что после того, как именно уже не стало у нас Елены Гринской, вот, с 1937 года, то здесь мы видим, что вот это правление как раз Шахали стало еще более сильным, потому что тоже Иван IV Васильевич понимал, что ему надо иметь союзников. Вот, и он как раз уже, Иван IV Васильевич, обращается к Шахали за помощью. Опять же, у Москвы какая проблема? Нет своего войска. Стрелецкое войско, это первое регулярное войско в московском государстве, 1552 год. В 1537 год никакого войска у Москвы нет. А у Шахали регулярная конница. Конечно, здесь мы видим, что на самом деле уже Иван IV нуждается в помощи у нас именно Шахали. Вот, ну и здесь как раз также вот очень сильный был союз Касимовского хозяйства с Ногайской Ордой, вот, и получается, что уже два союзника есть у Москвы в борьбе и с Польшей главным соперником и непосредственно с Крымским ханством. Вот, ну и получается так, что у нас уже летом 1537 года войска, значит, Касимовского ханства прибыли, значит, во Владимир для того, чтобы совершить поход на Казань. Но здесь вот Шахали опять делает правильную такую поступающих. Он показывает, что у него есть войско, у него есть и Ногайцы в друзьях и есть друзья московского государства. Надо менять вам внешнюю политику по отношению к моему государству. Просто делается определенный вид похода, но доказаний Шахали у нас не доходит. И это опять просто показывает, что он может в любой момент захватить власть, потому что она его, там сидел его младший брат. Ну и как раз хотел сказать, что дальше как раз события развивались так, что именно уже Сафай Гирей, значит, который засел непосредственно уже опять же в Казани, вот до этого он был в Крыму, он понимает, что в любой момент его могут свернуть. И вот в 1546 году уже Шахали приходит со своим войском непосредственно в Казань, но что он делает? Он приходит всего лишь 3000 человек. Вот в Казань входит всего лишь 100 человек как личная охрана. Он показывает, он пришел сюда не как завоеватель, а как человек, который получит себе легитимную власть. Какое отношение, допустим, Гирей имеет к этому государству, если они от другого рода, а он из того же рода, из Тукатимулитов, которые как раз Улума Хамид и Тучи Мохамид, это двоюродные братья. И он пришел на законный престол, где раньше сидел его как раз брат. И здесь как раз и Шевины и Барыны соглашаются с тем, что да, это законный правитель. И вот таким образом у нас именно Шахали садится на престол уже Казанский и сидит там несколько недель. И вот здесь как раз мы видим, что Казани такой правитель не нужен. А почему такой правитель был не нужен? Он стал им как раз делать законы, чтобы это государство стало, так же как Касимовская, торговым. Никаких боевых действий. Но есть определенный менталитет у каких-то слоев, которые говорят, а зачем нам торговля? Мы привыкли воевать. Их уже именно Гиреи привели к той политике, что только за счет каких-то походов, грабежей можно свое государство поднимать. А у нас всегда Касимов отличался от других аргентских городов тем, что у них на первом месте была торговля. Они же ни с кем практически не вели никаких захватнических войн. У них была своя территория, они располагались на оке, очень удобное расположение, торговый путь, и поэтому одессы сидят практически на урге. Самый главный торговый путь, торгуйте, богатеете, войскам это было не надо. Мы видим, что когда непосредственно город имеет направление военное, как у некоторых допустим стран, как вот начальный период развития государства Чингисхана, были именно военные походы для того, чтобы завоять территорию. Но когда Саин Батухан уже стал правителем, он сказал, а зачем мне воевать? Надо создавать города и надо торговать. Это во много раз выгоднее, чем нести какие-то боевые потери. И вот такую же политику как раз Шах-Али и хотел привнести в город Казань. Но казанская военная элита от этого отказалась. Им выгоднее было иметь опять же крымчан. И получается, что Шах-Али у нас опять неизвернутый, он опять возвращается в Касим. И вот здесь мы видим очень интересную ситуацию. Спросить можно, да? А Сафаверой как оказался? Его пригласили опять же Ширины туда, в Казань. Таким образом он сел. У нас как было? Что в Казани, что в Касимове выбирал Курултай непосредственно хана из любой династии, но обязательно должен быть потомок Чингисхана. Вот там получалась непреемственность сыну передавал правитель, а именно того, кого изберет местная элита. Вот таким образом Сафаверей как раз и у нас опять оказался на этом столе. И вот здесь мы видим как раз что опять в 1547 году Шахали готовит именно войско опять уже вместе с Иваном IV для того, чтобы как раз войти в Казань. Ну и как раз здесь мы видим что опять же он залучается поддержка у нас нагайцев своих близких родственников. Ну и как раз получилось так что Сафай Гирей как раз у нас тоже погибает и уже в 1550 году вот практически у нас переходят группировки которые как раз непосредственно связаны с Шахали. Вот и Шахали у нас опять становится Хазанским ханом. Но мы опять видим что эта группировка которая направлена на боевые действия им не нужен непосредственно Шахали. И в марте 1552 года они опять его свергают. Что опять интересно Шахали пришел опять без войска. Он им предложил новый вектор развития государства. Зачем воевать? Но они его в марте 1552 года свергают. И вот здесь как раз возникает уже идея у Ивана Четвертого Васильевича а не взять ли ему весь Волжский путь под себя чтобы именно этот торговый главный путь от Твери до Астрахани был непосредственно московского государства. Вот если бы Шахали сидел на Казани то у Ивана Четвертого не возникло бы желания развивать свое мощное государство за счет торгового пути. Кто владеет Волгой тот практически самое богатое государство в Восточной Европе. И вот как раз Иван Четвертый собирает войска призывает туда и нагайцев и призывает туда и астраханцев и берет также с собой и Шахали. И вот здесь как раз хотел сказать о том о чем иногда неправильно говорят в городе Казани. Значит да Шахали и другие уже астраханские царевичи подошли к городу Казани. Вот и город Свияж до этого самое интересное основал у нас не Иван Четвертый Васильевич а город Свияж у нас основал именно Шахали вот надо говорить правду кто на самом деле создавал этот форпост. И когда уже в октябре 1552 года началось взятие Казани ни один татарский царевич в этом как раз не принимал участие. Все они остались за городской чертой. Никто из них ни одного татарина в городе Казани не убил. Казани вот Шахали Касимовский хан пришел и захватил нас. Он участвовал в походе но в самом захвате города Казани он не участвовал. И об этом надо тоже говорить потому что вот это навесили на него неправильно формулировку что он такой захватчик и она до сих пор почему-то в Казани превалирует. Надо говорить как на самом деле все это стало. Ну и в октябре 1552 года Казань была Москвой взята там были посажены воеводы. Ну и как раз здесь мы видим что у нас Шахали понимает что надо сейчас заниматься непосредственно строительством своего города потому что уже вот этого главного оппонента у него нет в лице Казанского ханства и он как раз получает возможность спокойно заниматься строительством. Но перед этим в 1553 году он у нас женился на Юзинбике. вот и привез ее непосредственно в Касимов вот но Юзинбике не собирался выходить за него замуж вот был элемент отравы вот но Шахали был очень умудренный человек поэтому значит убить Юзинбике не получилось и он ее заточил в башню вот где она прожила 8 лет вот ну и вот в 1555 году у нас Шахали строит уже теке по образцу тех которые непосредственно у нас строили именно в Астраханском ханстве и сарай Берке сарай Бату вот как раз вот этот вот теке который он соорудил для того чтобы там как раз были погребены он и его близкие ростники вот здесь вход как раз для того чтобы заносить тела а этот вход где у нас находятся надгробные камни вот ну и тут же рядом с этим теке он у нас сомжил и очень большую мечеть к сожалению от этой мечети у нас ничего не осталось вот но мечеть вот если мы с вами посмотрим на минарет Касыма 1467 года который там у нас сохранился то вот эта мечеть она была в три раза больше чем непосредственно вот этот минарет у нас вот есть изображение уже 17 века города Касимова с реки Ака и там как раз вот эта мечеть она видна но уже в Петровские времена к сожалению ничего не осталось но с этой стороны видать какая высокая мечеть вот такого плана мечети у нас и в Уфе сделано и в Пензе вот это как раз высокая башенка получается вот немного по ней напоминает именно храм про который говорят что якобы упала здесь в городе Казань вот такого стиля вот представляете какие глобальные сооружения у нас сделал Шах Али и он также укрепляет город ведет очень успешно торговлю но вот здесь как раз получилась такая ситуация что в 1558 году Иван IV решил вернуть балтийские земли в состав московского государства и он обращается к Касимовскому хану Шах Али чтобы он помог ему завоевать прибалтий город Дек город Ревель очень успешно берут войска Касимовского ханства а у Ивана IV одни проблемы все гедеминовичи которые были на русской службе они все выходцы из Литвы и они конечно вернулись на свою историческую родину единственный кто одерживал победу непосредственно против и ордена и польского государства и великого княжства Литовского это были войска непосредственно Касимовского хана Шах Али и именно Касимовцев мы видим что на самом деле успешный воин мы здесь видим хороший дипломат и он как дипломат идет давайте торговать зачем воевать мы видим очень отличный строитель вот из этого белого камня из которого у нас сейчас еще сохранен он все делал сооружения в городе Касимове Далее мы видим какой он успешный полководец потому что его еще в пятилетнем возрасте отец брал на войну с поляками как мы бы не берем стезю деятельности Шах Али везде у него все получается отлично на самом деле выдающийся государственный деятель ну и вот последние уже годы он после того как у Ивана IV создались проблемы с Дедиминовичем он по опять же согласованию с Иваном IV ушел непосредственно к себе в Касимов и там только уже занимался развитием инозил и торгов вот ну и в 1567 году значит именно 20 апреля Шах Али у нас ушел из жизни вот и вот хотел бы сказать что вот в этом как раз Текии где у нас и погребен Шах Али там также находится еще кроме него восемь могил вот вот еще опять вам показываю общее изображение Текии вот как раз здесь написано значит над каждым камнем значит идет надпись именно идет аят из Корана вот и значит что там написано сказал Аллах благословенный и вселишний поистине Иса предал Аллах подоль бы на даму он создал его из праха потом сказал ему будь и он стал и вот в общем идет очень дальше как раз перечисление аятов из Корана вот и вот как раз идут надгробные камни которые у нас находятся непосредственно вот в этом Текии где все они покороны здесь еще о такой детали что всего у Шах Али было две жены вот одна как раз жена у него была Шах Петемя она ушла раньше из жизни чем сам значит именно Шах Али вот прожила она всего лишь 37 лет и умерла в 1964 году по лунному календарю вот а значит сам Шах Али умер в 1974 году по лунному календарю значит и 10 значит числа в месяц лунного календаря Шавань вот как раз в апреле месяце вот у него также был сын значит султан Юдзунмах вот и он как раз установил камин на могиле своего отца вот еще также была у него дочь ханша султан Ханяке Бекеми который также похоронен вместе как раз именно Шах Али и вот здесь хотел сказать о том что у нас именно после Шах Али два года именно правительницы Касимовского ханства и была султана Ханяке Бекеми она с 1567 по 1569 год как раз и была правительницей Касимовского ханства мы видим с вами что женщина у нас правительница государства к сожалению очень мало есть об этом упоминаний и когда допустим уже в России стали писать историю непосредственно Касимовского ханства про вот эту правительницу дочку Шах Али никаких упоминаний значит якобы он бездетный вот жена одна только Сюльбике вот ну в общем на самом деле вот у него был сын и дочка и тем более дочка была правительницей но это раз надгробный камень у нас Сюльбике вот Шах Али сказал что он ее похоронит значит в этом же Текее но не будет написано кто конкретно находится под этим камнем и вот если у любого как раз камня на арабском языке я как раз перевожу на арабском языке что написано на каждом нагробном камне написано непосредственно кто похоронен кто его отец и кто дед то вот на этом как раз камне Сюльбике никаких упоминаний просто нет они отсутствуют вот ну и как раз здесь хотел сказать о том что непосредственно уже вот эта вот династия опять же у нас нервалась вот потому что на самом деле всегда Касимов выбирал тех кто сделает это государство более величественным поэтому опять мы видим хотя дочка значит пропрала но следующий кого у нас избрали это у нас был Симеон Байбулатович вот и который также сделал величие для этого государства вот и Симейн Байбулатович у нас как раз и сделал легитимным как царя Ивана 4 Васильевича если бы не Симейн Байбулатович никто бы имел бы не принимал бы Ивана 4 как царя а именно потом к Чингисхане пригласили его на московский стол и таким образом у нас Иван 4 Васильевич и стал как раз непосредственно главой Хотел сказать, что Шах-Али дружил с Семеном Булатовичем, и он как раз и хотел, чтобы в последующем именно Саин Булат, когда его еще звали, и стал правителем государства, и когда были выборы, там был и Хай Булат, как один из претендентов, должен был из астраханских султанов, то помни как раз завета Шах-Али, который почитался и как дипломат, и как воин, и как строитель, было решено Курлтаем именно после смерти его дочери, значит, на вот этот высокий пост именно Саин Булата, который как раз и так же сделал великим это государство, и так же был у нас отличным воином, и они даже вместе и воевали под Регли. Как раз Саин Булат был в том полку, которым командовал нас Шах-Али. Видите, как бы преемственность он научил этого как раз будущего, так же выдающегося государственного деятельства, и боевым задачам, потому что тот уже не имел папу, был сиротой. Вот, и, конечно, вот мы должны о Шах-Али часто говорить, вот, значит, четыре раза Шах-Али у нас был Касимовским ханом, и три раза Шах-Али у нас был Казанским ханом. Практически семь раз он, значит, возглавлял различные государства. Ну, и, конечно, больше ни одного у нас Ченгизида не было такого, чтобы он сидел очень успешно на столах и делал очень много для присутствия тех государств, где судьба определила ему именно руководить этими странами. Какие есть вопросы? Спасибо, во-первых, за хорошую беседу, если можно, я задам несколько вопросов по ходу дела. Вот, вы говорите, что со стороны, допустим, Крымского ханства участвовали в походах, там и византийский совет, и других нацистатар не было. Как-то документально это подтверждено? Значит, тут у нас есть архив Ватикана, как раз там очень много документов непосредственно о тех, кто был участников различных походов, начиная с Куликового поля. Потому что если мы с вами тоже посмотрим Куликово поле, главное, это конница там была итальянская, вот, и надо хотя бы об этом говорить. И очень много там также было и прибалтов, и поляков, и литросов, и старших, а также со стороны Дмитрия Ивановича тоже было очень много непосредственно войск, связанных именно с Альяновичем. Мы видим, что на самом деле многонациональные были войска и там, и там. Здесь же мы смотрим на такую деталь. Значит, когда в 1478 году именно уже Менглеерий согласился стать ханом Крымского ханства, ему было объявлено, что армия он иметь не будет. Ну, так же, как когда-то русские князья потеряли свои дружины, чтобы не было никаких у них возможностей совершать боевые действия. И ему давали войска именно те, кто состоял в войсках Османской империи. Там были у нас и енычары, это бывшие граждане московских, рязанских, других княжев. Там были также набраны и в Европе какие-то войны. Это были бывшие рабы или просто наемники. И поэтому Османская империя именно направляла те войска, которые им были нужны. Вот если мы с вами посмотрим на поход 1569 года на город Астапин, на Русскую, то там непосредственно написаны все участники событий. Вот, и мы там смотрим, кто же Николай непосредственно там был. Там были Нугаи, Нагайцы. Вот, там были опять же присланы непосредственно из Османской империи воины. Вот, но там не упоминается за исключением только одного хана крымского, ни один татарин. Они совершали поход на Нижнюю Волгу без татарского народа. Там все указано. У меня просто в книге Стараса там расписано непосредственно, кто конкретно участвовал в этом походе. И о нем есть описание даже в русских летописях. И там этот поход, он как бы, ну, разумно помнит. То есть, практически это подтвержден документами. Да, да, да. Вот, и в архиве, значит, Топкапы там также есть, потому что там есть финансовые документы, кому сколько заплатили. И там мы опять не найдем ни одну татарскую фамилию. Это, как раз, самый главный показатель. Кто расписывался за полученные деньги, за участие в походе. Какой архив? Это архив султанов Топкапы в город Стамбул. В Стамбуле? Ну, а как же писать, я не буду читать. Но еще очень хороший архив в Стамбуле, это архив премьер-министра. Вот эти два архива, которые дают нам полную историю. Я объясню, почему. Вот смотрите, у нас в 1565 год Иван IV уезжает в Александрову Слободу, и все документы, связанные с Улусом Зучи, Золотой Ордой, он у нас сжигает. А Петр I, последние документы, которые были связаны также с Ордой, он когда в 1609 году уезжает на Неву, он уничтожает. Ни одного документа по Улусу Зучи у нас в архивах нет. Просто отсутствует. Вот. Ну, потом и выдумаются эти вот, значит, татаро-монгольская рига, 1713 и прочая там грязь, которую можно легко оправить. 10% налога тут только со светского населения. Церковь еще во времена Беркиагула была освобождена от уплаты налогов, которая составляет 10%. Вот. Поэтому, получается, у нас документов нет, но, значит, если мы приезжаем с вами в Стамбул, там есть все документы, которые как раз и показывают, какой Ордой купили за какие деньги. Значит, покупали купцы первые деньги, ну, я понимаю, уже как бы уже на более современные, те, кто имел внешнюю торговую деятельность. Все игумены, это, значит, настоятели монастыря, вот, и все князья, они покупали Ордой. Там описали, что он получает, сколько он будет платить, вот, ну и какие взаимоотношения у него непосредственно именно с правительствами Ордой. Если можно, еще один вопрос. Значит, вот взаимоотношения Хана Али и его брата, да? Джан Али. Джан Али. Вы говорите, что вот Шах Али предлагал ему заниматься торговлей. Нет, он Сайфа Гирею предлагал заниматься. Джан Али был убитым, он, ему было три года, когда он стал правителем Казани. Это был компромисс, в котором устраивала как раз и Москву, и все другие, вот, но когда уже Калкаршак получила очень сильную власть, она посчитала, что они теряют непосредственно, вот, их группировка влияние в Казани, поэтому Джан Али был и убит. Понятно. А тоже как-то вот эта линия, которую предлагалась Казани, она документальна как-то? Ну, эти документы у нас, так же, в основном, это приходится на Стамбул, вот, но есть, значит... Ну, какие это может быть? Ну, там очень много, я объясню, значит, это все было связано, их, ну, называют Герайем. Вот, все документы по Герайем есть в Стамбул. Вот, и как раз можно брать любого правителя Герая, там, или Калгу, Калга – это, значит, руководитель войск, тоже будет из Гереев, и там написаны непосредственно все вот эти взаимоотношения. Мы даже вот не можем сегодня написать непосредственно полную историю Крымского кладства, это связано с тем, что, опять же, все документы там. Но вот у меня, вот в книге Старасове есть описание о том, что на Крымском ханстве сидел у нас и хан из династии Большой Орды, звали его Тахтамыш. Вот, но когда вот сами, значит, в Курсич-Сарайе писали книгу, там у них Гайворонский его зовут, Алексия, я говорю, Алексия, а что ты про Тахтамыша написал? Он говорит, два с половиной года у вас там правят. Он говорит, вот, вы знаете, я, вот, в Стамбуле не работал. Я говорю, окажется, да, ты мог писать. Вот он закончил в Киеве пединститут, потом, значит, попал в Большой Сарай, вот, где вот то, что кто-то там написал, я говорю, ну, есть же документы, вот, очень много, и переписка. А он говорит, я говорю, ну, как тогда вы можете писать историю Крымского ханства и историю, значит, вот всех этих Крымских ханов, если бы никто не работали с источником? Конечно, это страшно. И вот второй, третий момент, наверное, который важный. Вот все-таки, когда Казань Иваном Грозным была взята, там, ну, насколько я по другим повествованиям слышал, там все-таки много людей бежало, погромы были в Казани вот после этого. Хотя вы говорите, что Шахалей туда не входил, это воевода был назначен, да? Нет, нет, нет. Вот смотрите, значит, когда Шахалей уходил из Казани в 1552 году, с ним ушли все, кто придерживался его политики. Казань практически обезлюдила ее. Людям уже надоели эти вот противоречия, которые начались с 1546 года. Постоянная смена власти, ну, в бордках практически. И был большой исход из Казани. Почему она так легко была взята? Да, людей-то там не было. Многие ушли в Шахалей. Вот, а часть, зная о том, что приходит вот это мощное войско, ушли из Казани непосредственно. Ведь на самом деле Казанское ханство у нас не было присоединено в 1552 году к Москве. Была присоединена только Казань и 20% территории. Вот, и стал ханом вот этой территории Али Акрам. Это как раз родной брат Сюнбике, вот, это как раз сын Юсуфа, Бия Ногайской Орли. И только в 1556 году именно казанские воеводы, их было двое, они как раз его взяли в плен, потом он приехал в Москву уже, ну, как пленный. И вот только с 1556 года Казанского ханства как такового не стало. Вот, и очень многие казанцы, вот, в 1552 году, так же, когда вот увидели это мощное войско, переехали, опять же, в Касимов или переехали в Астрахань. И объясню почему. Вот в этом войске, который ушел на Казань, там был еще и Дербыш Али. Это последний Астраханский хан, но его в 1556 году москвичи, значит, заставят уйти, и он эмигрирует. Но факт такой, что, когда они узнают, что здесь есть и Дербыш Али, а Казань, значит, она была многонациональной, скажем так. Она же как у нас пополнилась? В 1537 год. Приход туда у Лу-Мухаммеда, и из разных мест, из той же там Нагайской Орды, с Большой Орды, люди поехали туда. И они вернулись на свою бывшую родину, потому что понимали, что город испытывает определенные трудности. Поэтому кто-то ушел с Дербыш Али непосредственно уже и на Нижнюю Орду. Нет, но погромов вы вот... Значит, вы знаете, какая ситуация? Вот про эти погромы мы с вами ничего не можем говорить, потому что даже в том же музее Татарстана, когда мы заходим на территорию Кремля, значит, находится такое огромное ядро, только с какой пушки, оно стреляло, неизвестно. Даже в царь пушку его не засунешь, это ядро. Вот, значит, это была, значит, обитательная система, как когда-то сделали китайцы, разбивая эти стены. Вот, и там еще присутствует колчан. Больше ни одного предмета от 1552 года, как, значит, показывают в этом музее, ну, просто нет. Если мы смотрим воспоминания тех, кто там участвовал, там тоже про погромы никто не пишет. А зачем грабить, если этот город становится твоим? Грабят тогда, когда, значит, это государство хотят или уничтожить полностью. Вот, ну, смотри, ты смотри, 1502 год. Вот, поход крымского хана на сарай Аджидид. Он его полностью уничтожает, чтобы город больше никогда не воссоздался. Потому что он пришел просто пограбить и опять вернуться к себе в Крым. Здесь же Москва идет для того, чтобы присоединить эту территорию, и чтобы весь торговый путь был их. Какой резон убивать тех же ремесленников, тех же купцов, и разрушать тот же город. Здесь нет никакой логики. И сопротивления-то никакого особого не было. Там присутствовала еще, как сказать, и артиллерия. А артиллеристы там были у нас армяне. Потому что вот если мы с вами придем к храму Василия Блаженова, вот, первоначально вот его внешний вид был опять такой же, как вот именно Шахали построил эту мечеть высокую. Это было напоминание мусульманской мечети. Потом уже с течением времени стали пристраивать разные вот эти вот церквушки. И там есть одна церквушка, вот с левой стороны, к зарядью ближе, именно посвященная Георгию, армянскому, ну, как бы, первому из руководителей, именно из-за того, что армяне привезли свою артиллерию. И они как раз пробивали эти стены. Но там были металлические ядра, которые были вот такого размера. Ну, ни одного ядра, как бы, никто там не показывает. Хотя, на самом деле, армяне, как бы, именно аферисты присутствуют в этом балконе. И еще вот вопрос связан непосредственно, это как раз вот по поводу ислама. В этот момент еще не начались гонения на ислам, в той мере. Потому что вот есть у нас история про остров, который туда сейчас... Свершно? Не сверялся. Там стоит мечеть, по-моему, воспроизвели. И вот, ну, такой дворик того времени, значит, водят, показывают. Он из дерева сделан целиком, тоже как китиш сделан. Потому что в то время, значит, запрещал, когда взят был оказание, запрещали строить железо, вообще работать с железом, чтобы металлические инструменты, колючие, реже, чем не делали. И, соответственно, по высоте вот эти мечети должны быть... Ну, я вам скажу, что вот насильственная христианизация началась во времена Алексея Михайловича. Вот. Сначала он провел реформу Никона. Этого, казалось, ему мало. Вот. Он потом уже стал насильственной христианизацией заниматься непосредственно уже татарской дожилидой. У нас как получалось? Человек был, значит, или Беком, или Мурзай, или Мерзай. Ну, Мерзай – это у нагайцев, Мурзай – у татар. И мы, как принимаешь христианство, значит, сохраняешь титул князя. И будешь дворянином. Не принимаешь – будешь у нас в свободном крестьянин. Вот. Все вот вы помните Альбетов Ильича Дашкина, руководителя Межрисса татарских мусс. Вот его предки, они отказались, и Кудашеву также отказались принимать непосредственно православие. И их, вот, значит, в Мордовии проживали предки, в Нижегородской области. Они говорят, будьте крестьянами. У них 1298 год уже было в Мурзай предок. Вот у всех этих родов. Они говорят, будьте крестьяны. Ну, понимаете, когда... Вот так хотели заставить татарскую элиту перейти непосредственно в христианизацию. Вот. И многие как раз отказывались. Но кто-то, допустим, также уезжал в другие регионы. Но тогда еще вроде бы не было такого доминирования над татарами. Нет, ну я говорю, вот первая такая вот насильственная... Я даже могу показать, как вот проходила в Касимове, значит, христианизация. Они там сделали Голгофу. Но что самое интересное, там на Голгофе у всех святых татарские лица. Вот. Вот смотрите. Вот они возили... Вот смотрите, татарские лица у всех. Вот. Они возили... Видите, как тут татары изображены? Я говорю, вот Иисус Христос, это татарское лицо там. Это, как-то, Моисей. Вот. Ну, как бы люди и обманывали. Я говорю, да, татарин. Он, как-то, христианином. Для того, чтобы... Точнее, он был татарином. Да, так что давать силы. Свообразный обман, и вот эта рязанская епархия, вот, как раз таким образом, с помощью обмана, и вот этим вот обычным людям показывали, вот, видите, татарин Иисус Христос. Скажите, пожалуйста, да, вот вы сказали, что Ивану Грозному вначале, он начал процесс уничтожения ордынских документов, а Петр Первый, как бы, завершил этот процесс. Но в то же время в Стамбуле, вы сказали, есть документы, касающиеся Золотой Орды. А как они туда попали? И те ли же это документы, аналоги тех, которые были уничтожены, или какие-то другие? Значит, документы составлялись в двух-трех экземплярах, это всегда, у каждой стороны. Уже, получается, и в Москве сжег, но в том государстве, там, допустим, в польском или османском, этот документ сохранился, потому что это договор. Получается, два-три экземпляра, один или два остались. Значит, далее, когда уже непосредственно главой ислама стал у нас османский султан, то пошла очень сильная переписка между правителями ордынских государств, непосредственно уже Константинополем, где и был глава ислама. И эта как раз переписка, она вся сохранена, потому что это основополагающие документы. И то, что получили непосредственно уже османы, когда они захватили Константинополь, ни один документ они не сожгли. А документы были у нас всегда именно в Константинополе. Почему? Допустим, тот же узбек женился на Байалуме, это византийская принцесса. Там есть документы, связанные с узбеком. А также Берки Агул вел переговоры с Византией, потом, когда они его не поняли, он делал походы также на Византию. И все эти документы еще начинаются у нас, получается, с Византийского государства, потом уже и непосредственно Османского, находятся в идеальном состоянии, потому что никто непосредственно в Константинополе, потом в Стамбуле не уничтожил. Понятно. То есть те документы, которые уничтожены были Иваном Грозным и Петром Первым, это не безвозвратные потери, да? Конечно, да. Мы даже можем посмотреть, как. У нас получилось так, что когда были противоречия между Первыми Романовыми и Польшей, то по Диулинскому соглашению было решено документы, которые были вывезены из России, вернуть. И там даже был документ о том, что непосредственно Филарета, отца Михаила Романова, патриархом московским эфсея Руси сделал Дж. Дмитрий II в Тушинском лагере. 1610 год. Но когда был пожар Москвы 1812 года, специально отдали эти документы французам уничтожить, чтобы показать о том, что Филарет стал якобы патриархом московским эфсея Руси только в 1618 году, когда он вернулся якобы из польского плена. Он сам приехал туда в 1610 году звать Владислава Вазу на московский стол сына Сидизмунда. И сам там находился, пока была здесь неурядица, до 1818 года. Никто его в Кракове не держал. Но мы видим, что здесь документы уничтожили, а в Кракове все документы о первых Романовых сохранены. — Понятно. А вот можно ли предположить, что Иван Грозный и Петр Первый были все-таки образованными людьми? — Конечно. — Конечно, и библиотека Ивана Грозного, ну и многое другое. И то, что там Петр Первый много делал для истории. Можно ли предположить, почему они уничтожили орденские документы? Как ни крути, ведь это история государства. Ну, во-первых, орденские документы показывают, что Россия является вассалом непосредственно орденского государства. Получается, любой князь, начиная с Ярослава Всеволодовича, с 1243 года был подчиненным великого Дуругачи и Рихана Кулуса Джучи. А надо показать величие своего государства. Для того, чтобы показать, что мы всегда были великими и никогда никому не подчинялись, не были никакими вассалами, вот именно эти все документы были уничтожены. Но что самое интересное, ряд церковных документов у нас были сохранены в ризницах, в многих монастырей. И вот в этих ризницах, даже во Владимирском соборе, сохранилась бумага о том, как узбек разрешает Петру Митрополиту, который с Владимира приехал в Москву, не платить ему и за виноградники, и за рыбные ловли, и прочее, потому что он церковный деятель, а церковь отделена от государства, и не платит никаких налогов. Получается, во Владимирском соборе, где как раз у нас все венчались на царстве великие Владимирские гнязья, документ сохранился. Но кто знал, что в ризнице лежит такой компромат? Не учили, да? Да, да, да. Но в ризнице не заходили, вычеркнули. Понятно вопрос. То есть, извините, я тогда последний вопрос задам, или крайний, как сейчас говорят. То есть, надежда на то, что если когда-нибудь у кого-нибудь в нашей России появится желание, и может быть институты какие-то, да, то вполне возможно найти эти документы и написать правдивую историю. Это самое главное, Гарм. Но главное, чтобы была политическая воля и желание. Просто продолжение этого. Какие языки при этом надо учить? Значит, арабский и китайский? Значит, 1243-й, 1313-й – это старо-татарский или копчакский язык, так что вы хорошо его знаете. 1313-й, 1556-й год – на арабском языке. Вы также все прекрасно его знаете. Так что тут языкового барьера никакого не будет. Геропроизводство и Лос-Валима только на этих двух языках. Можно вопрос? Вы сказали, что особого противостояния не было, когда брали Казань, да? А вот я читала у историков моменты, что так яро защищали Казань, что по улицам Казани текла человеческая кровь рекой. Ну, опять же говорю, какие документы есть, значит, непосредственно из московских источников, там не упоминается о зверствах. И с какой-то логику надо включить. Но есть определенные, допустим, категории людей, которые начинают что-то выдумывать. Вот мне, допустим, всегда нравился Ян, как историк. Вот я именно на его книгах изучал историю Золотой Орды и всех государств. Но Яну была поставлена одна задача – показывать Чингисхана и всех его потомков как агрессоров. И он везде об этом только пишет. Вот если бы ему поставили задачу Яну писать о культуре и быте, представляете, как бы это было бы все красиво. Потому что он на самом деле был высочайшего уровня специалист именно по харизму и другим среднеазиатским государствам. Но ему поставили такую задачу. Так и здесь для того, чтобы вбить клип между Москвой и Казанем, вот вам были реки крови. Надо писать так, как на самом деле было. Потому что логика здесь отсутствует. Зачем убивать своих подданных? А всегда самое главное – это была человеческая жизнь. Кто-то должен был работать, ручной труд – это было самое главное. Да, я вас слушаю. Как вы считаете, вы думаете, почему был убит, задушен Саид Булатович? Или как вы назвали? Нет, Саид Булатович умер своей смертью в 1616 году под именем уже монашеским. Похоронен он у нас в монастыре в Симоновом, это недалеко от Автозаводской. Покушения были на него только тогда, когда у нас не стало Федора Яновича. Вот, значит, была послана ему бутыль с отравленным вином. Он тогда был у нас великим князем Тверским. После того, как он передал правление Ивану IV, он получил такой титул и жил в Кушарине. Это не только от Твери население. И он немножко ослепил. После его отправили также и на Славки. Он там находился. В общем, получалось как? Это 1613 год. Выборы нового царя. Главный кандидат у нас, опять же, был Семен Бекбулатович. И опять же, на этом соборе у нас были потомки татарских мус. Но Семена Бекбулатовича не выпустили. Не выпустили Пожарского, не выпустили Турбецкого. Три главных претендента. Этих заперли непосредственно прямо на территории Кремля, в теремах. А Семен Бекбулатовича не выпустили из его тоже терема, который не декоративного монастыря. И, говорит, остается только Миша Романова. У него там пара дней, как раз через супругу Ивана IV. На самом деле, самый легитимный был у нас Семен Бекбулатович. Он уже был царем московским. А Дмитрий Пожарский, он во главе второго ополчения, освобождал Москву от инородцев. И у нас, значит, Дмитрий Турбецкой был руководителем земского правительства. Ну, он был и руководителем первого ополчения. Но Боярская дума выбрала того, при ком можно хорошо жить. Поэтому 16-летнего мальчика, у которого, ну, практически отец находится в Польше, мама уже тоже монахиня, они его избрали. Правда ли, что династия Романовых были из германцев? Нет, они германцами стали у нас потом. Вот если мы с вами посмотрим на жен именно всех Романовых, вот, ну, даже, допустим, берем мы с вами, Петр I, первый породился уже с инородцами. До этого все были из русских родов. У него Марта Скавромская, вот, это уже иностранцы. Значит, далее, получается, у нас уже у Екатерины II немецкая кровь, значит, у Павла немецкая кровь, Александра I немецкая кровь. Потому что все жены, включая до Николая II, все были из немецких городов или княжества, или кульфюрств. Поэтому вот это женское линия, начиная непосредственно с Петра I до заключительного царя Ивана Николая II, все были немцы. А вот София Палеолог, она из Костантиноголя пришла, она была еврейка? Нет, София Палеолог, это была племянница последнего византийского императора. А там был большой набор различных кровей, потому что Палеолог, они имели практически кровь из всех государств. И поэтому часть, конечно, и также еврейской крови там есть, но она считается византийской принцессой, или, как писали в наших гречах, гречан. Ну, то есть, хотя никакого отношения к сегодняшним грекам она не имеет, те греки, которые сегодня проживают, никакого отношения не имеют к грекам, которые были проявлены в мире. Большое спасибо. Пожалуйста. Можно вопросик? Значит, вот скажите, в период взятия Казанского ханства, по вашим данным, сколько лет было Ивану IV? Значит, он родился у нас в 1530 году, а Казань брали в 1552 году. Он у нас родился в августе месяце, Казань брали в октябре. Значит, у нас получается здесь 32 года полностью. 32, то есть, по одним данным, 13 лет говорили, нет? 13-я теория была. Нет? Но папа в 1533 году уже умер. Ага, понятно. Да. 22. Нет, почему? 30-я? 30-я? 22 года, да. 22, да-да-да. Сначала я слышала, что Романовы, это вот их якобы новая фамилия, а настоящая фамилия Прус, они из немцы ли только? Значит, сами они выходцы, значит, из сегодняшней Калининградской области оттуда, значит, проживали они у нас в Великом Новгороде, вот, и первая известная фамилия у них была Камбила. Вот, потом они эту Камбилу переделали на Кобылу, значит, Кобыла у них стала Кановницына, вот, и прочие там, жеребячевые. А так у нас получилось, что Анастасия Романовна, она, значит, дочь Романова, Захарина Юрьева, потому что дед и прадед был Захарий и Юрий. И вот когда она замуж уходила, ее называли как? Анастасия Романовна, Захарина Юрьева. Вот, а когда уже ее племянника, значит, уже внучатого назначали, ему, вот этому Михаилу Федоровичу, дали фамилию Романову. А еще вот вы тут упомянули Куликовскую битву, а там же вот вроде участвовала Токтамышевская конница, или это тоже выдумки, да? Токтамыш у нас был руководителем Синей Орды, в это время он еще у нас находился на территории сегодняшнего Казахстана, вот, и когда уже потерпел положение Мамай, вот он его встретил между речи Донна и Волги, и там как раз его разбил и объединил и Белую, и Синюю Орду. Токтамыш, значит, больше всегда проживал на южной стороне, когда его попросили, он сначала жил в Великом княжестве Литовском, а потом уже жил и в Сибири, будучи Сибирским ханом. Ну, там он погиб как раз в районе Тюмени. Может быть, следующую лекцию как раз посвятить? Давайте, да, про Токтамыша, да, потому что на самом деле он объединил две Орды и очень много интересного в обеих. Тогда вот следующая лекция будет называться «Ахан Единой Орды», а Токтамыш, да. И взаимопрошили с Садыгей. Хотел спросить все-таки насчет населения Казани, да, когда в то время... Ну, если мы с вами посмотрим просто по... Да-да-да-да. Я просто вот, значит, по истории мы помним, да, его, когда первый хан, он как бы не упорен монгольским. Нет, не монгольский, но это был первый хан, у них был еще во времена, скажем так... В 1236 году уже там сидел правитель, вот, потом просто Лу-Мухаммед вот эту группу отъяснил и... Он пришел тремя тысячами в войск, то есть они были монголы, как я понимаю? Нет, это были ангденцы. Значит, всего в походе на северо-восточную участвовало 4000 монголов. Все остальные были у нас жители покоренных народов. Вот, и в 1242 году практически все войска были отозваны в Каркарун, и у Саня-Батухана всего лишь осталось 500 человек, ну, настоящих монголов. Ну, там порядки, да, были все-таки монгольские, да, Ясак, там, там... А нет, ну, вот, боевые успехи, да, были связаны с тем, что вот именно сама вот эта методика военная была именно монгольская. Как загон волков, там, или еще кого-нибудь. Ну, экономика это было тоже монгольская. Нет, экономика была похоронных народов. Очень много взяли у китайцев, у харизминцев, у всех других народов, которые покоряли. Ну, исламского мало. Ислам у нас, значит, первые были у нас нестарианцы, вот, а потом у нас в первом веке принял именно ислам, и потом узбек сделал государственные религии. Но была толерантность, все религии, значит... Время, когда Казанское храмство брали, там кого только не было. Я опять говорю, объединенное было войско. Единым войском взять нельзя, а, значит, саму территорию Казани очень легко определить, потому что там есть река Казанка, от которой можно как раз ввести размер города, и он мог вместить всего лишь 10 тысяч человек. Поэтому все города тогда были не очень-то многочисленные. И вот все-таки там ислам, насколько был ислам, насколько был сын, как бы... Не, ну, это... Государство было у Мухаммеда, он, значит, придерживался ислама, и большинство как раз были мусульмане, так же, как и Шахали. Ислам, экономика другая. Почему есть экономия? Экономика везде разная, в зависимости от того, если... Я просто не понял, в каком смысле экономика. Ну, есть исландская экономика, скажем, да, порядка, нормы, шариатские нормы, экономика, финансы, как бы... Значит, я вас понял, значит, Казань, как и все остальные аргумские города, была, значит, создана по принципу разных народов. Один умеет это делать, другой это, третий это. Иногда даже были такие ситуации, допустим, что в аргумском городе не все были мусульмане, а могли больше быть там других национальностей. Вот, допустим, если там был... Ну, допустим, у нас был город на месте, где следует Волгоград, там переволоков было. Там в основном жили итальянцы, потому что им было легче торговать непосредственно с Венецией, Генуей, Флоренцией и другими городами. Там практически мы не встретили татар. А если мы возьмем территорию, где у нас Урал, то там, вот, в том же Сарычуке, основная масса как раз была татар, и клад был татарский. Просто зависит от того, чем город занимался. Городу было... Я объясняю, многонациональное государство и многоконфессионное. Ну, спасибо. Вот в этой как раз книге очень много у нас по сегодняшнему как раз героев, Шахрали, ну и других книгах также можно... Спасибо. Польшое вам спасибо. Продолжение следует...